Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать книгу Псалтырь и у нас шестой урок, который называется «Ныне восстану». Этот урок посвящен тому, какую активную позицию занимает Господь в этой ситуации, когда псалмопевцы выражают общечеловеческое такое страдание, воззвание к Богу, о Божьем вмешательстве. И вообще в целом псалмы это такие молитвы к Богу и прославительные, и хвалебные, и очень часто, конечно, просительные, жалобные. И вот на этой неделе мы рассматриваем то, как Бог отвечает на эти жалобы, и как Он готов прийти на помощь, в каких образах, в каких метафорах представлен Господь в Священном Писании, именно в книге Псалтырь, как тот, кто приходит на помощь. Я сожалею, что вчера мне не удалось записать и выпустить видео, поэтому сегодня мы кратко коснемся сразу двух тем, вчерашний и сегодняшний. И они, кстати, дополняют одну другую. Вчерашняя тема называлась «Справедливость для угнетенных». И давайте мы прочитаем несколько стихов из псалмов. Это 9.19. «Ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет». То есть речь идет о том, что Господь обратит внимание обязательно на нищих, бедных и поможет, поддержит. 11.6. «Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь, поставлю в безопасности того, кого уловить хотят». Это наш памятный стих, тоже говорящий о том, что Господь за нищих и бедных. 112-й псалом, 7-й стих. «Из праха поднимает бедного, избрение возвышает нищего». Тоже о Господе. 145-й псалом, 6-го стиха. «Сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчищем, Господь разрешает узников». Ну и 40-й псалом, со 2-го по 4-й стихи. «Блаженку помышляет о бедном, в день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле. И ты не отдашь его на волю врагов его, Господь укрепит его на удре болезни его. Ты изменишь все ложи его в болезни его». Итак, Господь не только сам вступается за нищих, но еще и призывает, чтобы живущие на земле также думали о бедных, нищих людях. Давайте немножко поразмышляем, порассуждаем. Действительно, в псалмах Господь очень часто изображается как тот, кто восстанавливает справедливость и, конечно же, в первую очередь ради бедных и нищих. Не всякое божество в различных религиях, религиозных учениях как-то заботится о бедных и нищих. И даже в иудаизме, допустим, и даже сегодня в христианстве бытует порой мнение, что благословением Божьим является как раз достаток и богатство. Соответственно, кто достаток имеет, кто богат, тот пользуется особым Божьим расположением. А если ты беден и нищ, то значит Господь отвернулся от тебя. Но на самом деле Священное Писание опровергает такие взгляды и книга Псалтырь в первую очередь показывает, что Господь как раз на стороне бедных, нищих. И мало того, что сам он беспокоится о них, но он также призывает всех жителей земли обращать внимание на бедных и нищих. Забота об обездоленных является проявлением верности народа Богу. Блажен, кто помышляет о бедном. Так говорит книга Псалтырь, Псалом 40, 2 стих. И если мы посмотрим книгу Второзаконие, 15 глава 7 стиха, то здесь говорится, «Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ твоих на земле твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, то не ожесточи сердце твоего и не сожми руки твоей перед нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается». Ну и так далее. Здесь Господь учит, что Его народ должен проявлять заботу о бедных. Еще очень важная мысль здесь, что Господь ради того, чтобы нас обогатить, как написано, сам обнищал. Второе послание Коринфянам, 8 глава, 9 стих. В этом и заключается окончательный Божий ответ на несправедливость, на неравенство в этом мире. И речь, конечно, идет не только о нищих денежно, материально, финансово, но речь идет о нищих духовно, обездоленных духовно, о тех, кто не имел доступа к определенным духовным благам, не только к материальным. Иисус выравнивает эту ситуацию своей собственной жертвой. Он оставил небесное богатство, небесное сокровище, власть свою, славу свою небесную. Сошел на землю, жил как обыкновенный человек и познал всю бедность, страдания, нищету, которую переживают люди на земле. Как известно, Иисус родился не в знатной семье, не в царской, хотя имел на это полное право и по происхождению своему, и по небесному положению своему, конечно. Но Иисус избрал для своего жительства на земле одну из самых бедных семей, иудеи. И Он прожил жизнь человека, который познает и бедность, и страдания, переживания, и голод, где-то недоедание. Иисус все это познал на себе, и тем самым Он показал нам пример, проложил перед нами путь, что в каких бы обстоятельствах ты ни находился, ты, тем не менее, можешь быть верным Богу, жить праведно, и исполнить волю Божию в своей жизни. Итак, Господь наш Иисус обнищал ради нас, чтобы мы обогатились Его нищетой. Через Его нищету мы обрели небесные сокровища. Через Его обнищание мы смогли войти в Его небесное царство. Слава Христу за это! Следующая тема, уже сегодняшняя тема, доколе ты будешь судить неправедно. Эта тема обращена уже к другой категории людей. И Господь обращается к руководителям, которых Он поставил на земле, чтобы они правили справедливо, мудро, и чтобы они заботились о народе. И есть определенные упреки, которые Он обращает к этим людям. Давайте мы прочитаем Псалом 81. Бог встал в сонми богов, среди богов произнес суд. Доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым? Здесь становится понятно, о каких богах идет речь. Не о божествах, конечно, языческих, но речь идет о людях, судьях, руководителях, правителях, старейшинах, которых поставил Господь в своем народе. Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость. Избавляйте бедного и нищего и сторгайте его из руки нечестивых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят, все основания земли колеблются. Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, все вы, но вы умрете, как человеки, и пойдете, как всякий из князей. Восстань, Божий, суди землю, ибо ты наследуешь все народы. Здесь Господь упрекает своих правителей, которых он поставил в народе, что они кичатся тем, что обладают таким положением, но при этом не исполняют своих обязанностей, своего долга. И поэтому Господь говорит, вы умрете, как все прочие люди, пойдете, как всякий из князей. Поэтому каждый должен, конечно же, задумываться, вразумитесь цари, научитесь судей земли, написано во втором псалме. Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре, блаженны все уповающие на него. То есть над каждым судьей земным есть Судья Небесный, над каждым правителем земным есть Правитель Небесный, он есть Царь Царей, он есть Господь Господствующий. Поэтому Бог провозглашает свои суды над неверными судьями, здесь судьями израилевыми. И очень важно, чтобы каждый из нас понимал, что мы поставлены, каждый в своем месте, чтобы оказывать влияние на других людей. И это очень серьезно и ответственно. Очень важно понимать, что вверено мне, какое влияние, какая сфера ответственности и обязанностей, и быть верным в том, что тебе доверено. Священное Писание многократно и в самых разных книгах предупреждает, что будет Божий окончательный суд. И книга Псалтырь не исключение. Здесь тоже говорится о том, что каждый из нас будет давать свой отчет Богу за то, как он прожил на этой земле. Поэтому и руководители, и народ должны подражать примеру Божественного Судьи и прежде всего возлагать свои окончательные надежды, конечно, на Господа. Давайте задумаемся каждый, какой властью мы наделены, каковы полномочия, дарованные мне, и какова ответственность, что спросит с меня Господь. Но, конечно, размышлять на эти темы будем не в страхе, не в трепете таком ужасе, но понимая, что благодатью мы спасены, и сие не от нас, это Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. В то же время каждый из нас призван Богом, чтобы творить добрые дела, на которые мы с вами и предназначены. И еще раз, вчерашняя тема касалась бедных, нищих, и что необходимо заботиться о бедных, нуждающихся. И Божья активная позиция в этом плане заключается в том, что Он сам заботится о них, и также спросит с нас, насколько мы заботимся о них. Сегодняшняя тема касается руководителей. Бог поставляет царей, правителей. Нам необходимо относиться с уважением к властям, которые поставлены Богом, и с другой стороны понимать, что каждый из нас тоже обладает определенной властью, за которую он даст Богу ответ. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты возлюбил нас, за то, что искупил нас в Иисусе Христе. Мы благодарны Тебе за то, что Тебе дорог всякий человек на этой земле, и бедный, и богатый, и нищий, и влиятельный, Господи. Все на этой земле дети Твои, многие заблудившиеся, некоторые вернувшиеся в Твой дом, Господи, духовно воссоединившиеся с Тобой, Господь. Но очень много еще в этом мире людей, которые блуждают во тьме. Мы благодарны, что нам открылся Ты, что у нас есть возможность знать Тебя, следовать за Тобой, Господи, и осуществлять Твою волю на этой земле. Благослови и помоги, Господи, помнить о бедных и нищих. Благослови и помоги, Господи, осознавать сферу своего влияния на этой земле и помнить, что каждый из нас в конечном итоге подотчетен Тебе. Господь, помоги через благодать быть верными Тебе и прославить Тебя, Господи, чтобы сердце Твое было радо и довольно тем, как мы на земле являем Твой характер и осуществляем Твою волю. Тебе да будет слава и честь во имя Иисуса Христа. Аминь. Продолжение следует...